Меня зовут Элизабет Табиш, и я играю Марию Магдалину в «Избранных». Сегодня самое сложное во время съемок — это была жара. Нам оставалось только молиться о чуде, и это было хорошо. И я больше не одержимая, я больше не элелит. Почти все первые сцены я играла одна, и я еще ни с кем не была знакома на съемочной площадке, и это в основном была работа наедине с собой, со своими эмоциями. Но потом, по мере того, как история Мария развивается в следующих сериях, происходит уже много общения со множеством людей, и ученики начинают собираться вместе, и атмосфера уже иная, все это становится больше похоже на праздник. И такое ощущение, что ты проживаешь вместе с Марией, то, что ей пришлось прожить от одиночества и депрессии до того момента, как она обретает таких замечательных братьев, и ты уже видишь себя рядом с Иисусом и становишься свидетелем невероятных событий. Это происходит у нас сейчас, и это потрясающе, и мы стали как родные друг другу. Будучи актрисой, я люблю сложные роли, когда нужно сыграть глубоко, эмоционально, поэтому роль Лилит тоже была для меня особым переживанием, ведь каждому актеру интересно, сможет ли он сыграть эту роль или нет. Вы снимаете материал, у вас к нему появляются определенные чувства, но вы не знаете, как это будет выглядеть после редакции. Но когда я впервые увидела готовые сцены, мне очень понравилось. Обычно мне трудно смотреть себя на экране, но тут я впервые подумала, это не я, я вижу персонажа, и они так хорошо продумали атмосферу, настроение этих серий. Люди писали комментарии о том, как первая серия повлияла на них, особенно концовка. И это так волнующе быть частью этого, даже при том, что это не я лично причастна к этой истории, все же было очень приятно видеть, что реакция была такой положительной. Я просто хочу понять, как это произошло. Я бы сама хотела это понять. Как раз перед тем, как попасть в проект, я собиралась бросить актерскую карьеру. Я уже три года не вылезала из депрессии, и я просто искала, искала цель своей жизни. И мне хотелось получать удовольствие от работы и творить. Я делала много рекламных проектов, и просто чувствовала себя творчески неудовлетворенной. Я занималась режиссерской работой, но все время что-нибудь не получалось. Я переехала жить к маме, и она мне сказала, передохни немного, дай себе время, все обдумать. И я позвонила своему агенту, и сказала, больше не записывай меня ни на какие съемки. А он взял и ничего мне не говоря записал меня на этот проект. И слава богу, слава богу. Он прислал мне сценарий для кинопробы, и я не ожидала, что у меня будет такая реакция. Когда я читала сценарий, я неожиданно заплакала. Я глубоко соотнесла себя с этой историей. Это не просто роль, которую я могу сыграть. Это я сама. Это было очень странное ощущение. Мне с детства всегда нравилась Мария Магдалина. И это то, что я хотел сыграть всю свою жизнь. Здравствуй, Мария. Здравствуй. Работать с Лиз было невероятно приятно уже с самого начала, с самого кастинга. Мария Магдалина была одним из самых последних персонажей, для которого мы подбирали актера. Настолько важна эта роль. Я чувствовал, что бог с самого начала, самыми разными путями давал мне понять, что ошибиться никак нельзя. Это настолько знаковая и важная роль в эмоциональном, духовном, интеллектуальном плане. Я помню, когда мы наконец увидели Лиз на кастинге, у нас был огромный вздох облегчения. А уж работать с ней было даже еще лучше. Конечно, пожалуйста, садитесь. Пожалуйста, конечно. Я все время говорю, конечно. Друзья, это тот самый человек. Тот человек, который помог мне. Лиз показала обе стороны персонажа. Это и Лилит, которая была одержима, темная страна, и затем Мария Магдалина, уже спасенная, светлая страна. Она принесла в эту роль одновременно и красоту, и человечность. И это было ценным приобретением для сериала. И она уже успела стать одним из самых любимых персонажей наших зрителей и одним из самых значимых персонажей. И поэтому, когда я получила эту роль, я испытала огромное облегчение, увидев, что Мария не просто один из персонажей, а что она дает сериалу очень яркий, реалистичный фон. Я думаю, что это реалистично для многих женщин. Кто-то пережил душевную травму, кто-то переживает из-за прошлого, и они не знают, как им оттуда выбраться. Я считаю, сценарий специально написали так, чтобы показать, как она страдает и борется, чтобы, в конце концов, подчиниться Христу, который снимет с нее весь этот груз и преобразить ее. И мне просто очень повезло, как актрисе, что досталось сыграть такую глубокую, богатую и разнообразную роль. Это уникальный проект, потому что он хорошо показывает историю персонажей, которые, когда вы читаете о них, кажутся однобокими. И я очень рада, что люди увидят следующие серии, увидят весь сезон, чтобы хорошо рассмотреть, что там происходит на самом деле. И это прекрасно и невероятно. И я думаю, что это изменит жизнь зрителей. Я знаю это, потому что так произошло со мной и со многими из наших актеров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок